Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Семьи с детьми освободили от налога с продажи жилья, а вот обладателям банковских вкладов придется впервые заплатить НДФЛ с процентов по накоплениям. Как изменит жизнь самарцев новые законы, которые вступили в силу в январе? Как проводят дезинфекцию, соблюдают ли масочный режим и социальную дистанцию, что показала проверка магазинов в Самаре? Влияет ослабление рубля и увеличение издержек автоконцернов. В России с нового года опять подорожали автомобили. Семьи с детьми освободили от налога с продажи жилья, а вот обладателям банковских вкладов придется впервые заплатить НДФЛ с процентов по накоплениям. Традиционно в новом году вступает в силу огромное количество новых законов и поправок в действующие документы. Большое количество нововведений в 2022 году затрагивают налоговую сферу. Как изменят жизнь самарцев законы, которые уже начали действовать в январе, расскажет Светлана Кудрявцева. В новом году россияне освобождаются от подачи налоговой декларации 3 НДФЛ после продажи недвижимости. Речь идет о сделках по реализации квартиры, загородного дома или комнаты, доход от которых не превышает 1 миллиона рублей. Продавцы нежилых помещений и гаражей освобождаются от подачи декларации и уплата налога с тех сделок, доходы которых не превышают 250 тысяч. Сейчас налог в размере 13% взимается с дохода от продажи недвижимости, если собственник продает ее до истечения минимального срока владения, 5 лет или 3 года, если недвижимость получена в наследство или подарена. Но граждане также имеют право воспользоваться налоговым вычетом. Чтобы получить этот вычет налогоплательщику, нам каждому из вас нужно было все равно подать декларацию и сообщить, что уважаемые налоговые органы, имейте в виду, что я продал, но я не должен платить налог, потому что у меня есть вычет. И вот в силу того, что часто сделки соответствуют просто размеру вычета, теперь с 2022 года, мне кажется, как применили достаточно элегантный и нужный механизм, саму декларацию подавать не надо. С января улучшить жилищные условия смогут российские семьи с двумя и более детьми без потерь на уплату налогов. Для этого нужно продать квартиру, которая по кадастру не дороже 50 миллионов рублей и в том же году купить новую, большую по площади. Если раньше, чтобы не платить налог, нужно было владеть недвижимостью более 5 лет, то теперь для семей с детьми временной промежуток не имеет значения. Мы часто понимаем, что семьи растут быстро, дети появляются, и государство, поддерживая рост детей и увеличение жилой площади, ввело этот механизм, что теперь не нужно ждать 5 лет. Если у тебя в одном календарном году произошло увеличение жилой площади, продана квартира, куплена квартира больше площади, у тебя двое и более детей, дети несовершеннолетние, и все приобретательные квартиры прописываются и собственниками становятся та семья, которую продала, то при совокупности этих условий тебе также не нужно платить НДФЛ. А вот обладателям банковских вкладов в этом году придется впервые заплатить НДФЛ с процентов по накоплениям. Налогом облагается не весь доход, остается минимум, который налоговый не трогает. В этом году он составляет 42 500 рублей. Вот мы кладем денежные средства на депозит, на банковский вклад, например, под 7% годовых. Вот если эта сумма процентов годовых во всех банках за весь 2021 год у гражданина составит больше 42 500 рублей, то с этой суммы нужно будет заплатить налог. Дело для этого, ну кроме как заплатить ничего не нужно, банки самостоятельно подадут эту информацию не позднее февраля 2022 года, банки передадут ее в налоговую, и после этого налоговый сформирует требование и вышлет его гражданам также через личный кабинет налогоплательщика. И после получения этого требования граждане должны будут заплатить налог. Необлагаемый налогом минимум будут рассчитывать каждый год. Берут миллион рублей и применяют к нему ключевую ставку Банка России на 1 января того года, за который начислен налог. То есть в этот раз учитывают ключевую ставку от 1 января 2021 года, тогда она была 4,25%. В следующем году в расчет пойдет ставка на 1 января 2022 года, то есть 8,5%. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, События. За сутки в Самарской области зафиксировали еще 210 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции. Число заболевших в регионе достигло 202 295. В Самаре продолжают проверять, как в торговых центрах соблюдаются ограничения, которые вел Роспотребнадзор из-за пандемии. Работа не останавливалась и в праздничные дни, когда весь город отдыхал. На дом из таких рейдов побывал Михаил Ермоленко. В дни новогодних и рождественских каникул, когда самарцы стремились проводить время в общественных местах, соблюдение ковидных ограничений было на особом контроле городских властей. Мониторинг проводится и сейчас. В фокусе внимания проверяющих объекты потребительского рынка. От магазинов у дома до крупных торговых центров и пунктов общественного питания. Ежедневный мониторинг проводят внутригородские районы, преимущественно при участии полиции или иного ведомства. Уполномоченного составлять протокол об административном правонарушении. Сотрудниками администрации составляются материалы и направляются в управление гражданской защиты городского округа Самары и во временный контрольно-распределительный центр для принятия мер в соответствии с действующим закладательством. Проверяющие в первую очередь следят за тем, как покупатели и арендаторы соблюдают масочный режим, как организованы пропускные пункты на входах в торговый центр, а также как проводят дезинфекцию на территории комплекса. В свою очередь сотрудники торговых центров в будни и в праздничные дни стараются обеспечить для покупателей безопасное пространство для шопинга и развлечений. Проход посетителей у нас осуществляется с шести входов в торговом комплексе. Везде стоит охрана, которая контролирует QR-кода, ПЦР-тесты. Ежедневно проводится дезинфекция в торговом комплексе. На входных группах у нас находятся везде дезинфекторы, диспенсеры. 17 точек всего. Подобные проверки уже третий год ежедневно проводят по всему городу. Так, например, в железнодорожном районе с начала действия ограничений выявили порядка 700 нарушений. За весь период только здесь наложили штрафы на общую сумму свыше 2 миллионов рублей. Проверяющие напоминают, за невыполнение требований безопасности юридическим лицам грозят санкции в размере до 300 тысяч рублей. Повторное совершение аналогичного административного правонарушения влечет наложение штрафа на предпринимателя в гораздо большем размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Спортивные объекты в течение праздников также были в центре внимания проверяющих. Фитнес-клубы города начали свою работу с 4 января. Специалисты Департамента физической культуры и спорта проводили мониторинги спортклубов на соблюдение требований Роспотребнадзора. Гульфия Сафина проверила, как протекали тренировки. Вставляешь личную карту клиента спортклуба и интеллектуальная программа запускает тренажер. Наличие QR-кода спортсмена также видит умная система. Без них работа не начнется. Такие условия занятий в этом фитнес-зале клиенты не сразу восприняли с радостью. Но по словам Натальи Горковенко, она занимается здесь почти 6 лет, так и удобнее и надежнее. Сейчас уже просто становится все равно, и уже привыкли, видимо, уже просто не обращаем на это внимания. Все, мы прекрасно все понимаем, все взрослые люди, ходим с прививками. Тренажерные залы заработали в Самаре уже 4 января по режиму праздничных дней. По оценкам сотрудников клубов, посетителей было чуть меньше, чем обычно. Поэтому важно было сохранять антиковидные стандарты безопасности. Тем более и сами клиенты обращают на соблюдение необходимых мер внимания. Стран за собственное здоровье и жизнь. Это первое. А второе, ну, это общая мировая практика, наверное, все-таки. Обеззараживать помещение, себя и заботу об окружающих. С самого начала введения ограничений в нашей области мы, соответственно, соблюдаем все меры предосторожности. Это масочный режим, температурный контроль, также, соответственно, контроль температурных сотрудников. На данный момент также ведется учет QR-кодов. А также обработка поверхности по графику, установка рециркуляторов воздуха как в общем зале, так и в раздевалках. За несоблюдение требований Роспотребнадзора бизнес может понести серьезное наказание. В проверке проводятся каждую неделю. Мониторинг организации, осуществляющих физкультурно-спортивные деятельности, осуществляется Департаментом спорта регулярно. Он и не прекращался с момента выхода постановления об ограничительных мерах. Да, на первоначальном этапе такие случаи были. Ограничились мы внушением, предупреждениями, что, в общем-то, после этого организации устраняли нарушения. И хочется сказать, что у нас с ними полное взаимопонимание. На сегодняшний день, по оценкам специалистов Департамента спорта, все спортивные клубы города работают в привычном режиме. Эксперты напоминают, самым эффективным способом защитить здоровье от коронавируса остается вакцина. В празднике в городе работали 63 прививочных пункта, три из которых круглосуточно. Гульфия Сафина, Константин Головин. События. Проводят проверки и в общественном транспорте. Межведомственная комиссия следит за тем, носят ли самарцы маски, находясь в салоне автобуса или трамвая. По словам специалистов, антимасочников стало гораздо меньше. За 10 праздничных дней составили всего 11 административных протоколов на нарушителей. Обо всем подробнее расскажем в сюжете. В Самаре с каждым днем фиксируют все меньше нарушений масочного режима в транспорте. Новогодние праздники не стали исключением. За прошедшие 10 дней во время проверок составили 11 административных протоколов на нарушителей антиковидного режима. При этом контроль не ослабевает и с началом первой трудовой недели 2022 года межведомственная комиссия, состоящая из представителей Дептранса, городских перевозчиков и сотрудников полиции, вновь выходит в рейд. Одна из точек во время утренней проверки на Московском шоссе, через которое пролегает большое количество городских маршрутов. Контроль за соблюдением масочного режима проходит ежедневно в усиленном режиме. Все так же охватываем все виды общественного транспорта. Это электрический транспорт, трамваи, троллейбусы, метро, автобусные маршруты, в пиковые часы, в межпиковые часы. Транспортные предприятия, в свою очередь, заботятся как о пассажирах, так и о своих сотрудниках. Перед началом работы проводят дезинфекцию подвижного состава, повторяя ее между рейсами. Перед началом работы персонал предприятия проходит необходимый инструктаж. Экипаж проходит инструктаж ежедневно, получает все защитные средства. Также работает автоинформатор и также работает телефон горячей линии, на который все пассажиры могут сообщить, если кто-то был без маски, если было грубое нарушение. Каждую неделю проводится порядка 80 рейдов. Их количество не будет снижаться до особого распоряжения Оперштаба по борьбе с распространением COVID-19. С осени 2020 года полиция составила около тысячи административных протоколов на антимасочников. Из них 835 только за минувший 2021 год. Проверяющие отмечают, что бывают случаи, когда один и тот же человек попадается дважды. Вместе с тем не снижаются и объемы работ по дезинфекции подвижного состава. А в течение всех рейсов в салонах работают рециркуляторы для очистки воздуха от вирусов и бактерий. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События. В Самаре продолжается регулярная дезинфекция подъездов жилых домов от коронавируса. Особое внимание при обработке уделяют контактным поверхностям. Не вреден ли состав, которым обрабатывают жилые дома для человека, выяснила Мария Левина. Особое внимание при дезинфекции подъездов уделяют контактным поверхностям. Ручки дверей, почтовые ящики, кнопки лифта. Все это обрабатывается особо аккуратно. Используют специальный препарат с содержанием хлора. Для человека он безвреден, чего не скажешь о вирусах. Действие такой обработки может сохраняться несколько дней. Однако, по распоряжению губернатора Дмитрия Азарова, чтобы не допустить распространения коронавируса, дезинфекцию в подъездах многоквартирных домов проводят ежедневно. У нас коронавирус-то еще не кончился, поэтому все нужно обрабатывать. Плюс у меня еще жильцы иногда бывают, просят дополнительное еще вызвать. Введение управляющей компании, в которой трудится Руфия Колчина, порядка 300 домов. Для ежедневной дезинфекции наняли дополнительных сотрудников. После обработки вы должны почувствовать ненавязчивый запах белизны. Такой же, как вы чувствуете, находясь в бассейне. Штат сотрудников сейчас позволяет сделать данную процедуру. Были приняты дополнительные сотрудники, которые являются дезинфектором. Помимо уборщицы, они выполняют эту нагрузку. Дезинфекция подъездов проходит, невзирая на праздничные и выходные дни. Контроль за работой осуществляют как специалисты администрации, так и управляющие микрорайоном. Свидетельством выполнения работ служит акт, подписанный одним из жителей многоквартирного дома. Мария Левина, Василий Колдашов, События. Многие жители Самарской области прививаются от коронавируса уже по второму кругу. По словам врачей, лучше всего это делать спустя полгода после первой прививки. Это поможет усилить иммунитет и обезопасить от тяжелого течения болезни. Слово Мэрии Илчан. Людмила Колесова в новый 2022 год вступила с чувством выполненного долга. Женщина решила пройти повторную вакцинацию. Говорит, ей важно чувствовать себя защищенной от страшного недуга. На мне лежит огромная ответственность. У меня две внучки-двойняшки по три года, поэтому мне нельзя болеть ни в коем случае. В третьей городской поликлинике обслуживается почти 70 тысяч пациентов из числа взрослого населения. Врачи особенно рекомендуют пройти вакцинацию тем, кто находится в группе риска. Это лица, имеющие хронические заболевания и те, кто старше 65 лет. На сегодня здесь сделали прививку от COVID-19 свыше 55 тысяч человек. В настоящее время у нас ревакцинировано порядка трех тысяч человек. Кроме того, у нас есть маломобильные граждане, которых мы прививаем на дому. И также эти граждане изъявляют желание пройти ревакцинацию. На дому у нас маломобильных граждан ревакцинировано порядка 87 человек. Через шесть месяцев после первой вакцинации необходимо пройти повторную. Напомним, что повторную прививку можно делать любой из российских вакцин. Мэри Илчан, События. Далее в эфире новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей, уважаемые телезрители. В России с Нового года опять подорожали автомобили. С чем это связано? Действительно, цены на авто продолжают расти. Только в прошлом году их поднимали семь раз. И вот уже фактически восьмое повышение. О причинах расскажу чуть позже. Сначала узнаем о росте минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. В этом году минимальный размер оплаты труда или МРОД вырос больше, чем на тысячу рублей и составляет 13 890 рублей. Также на тысячу повысили прожиточный минимум до 12 654 рублей. Максимальный размер пособия по безработице с января 2022 года вырос на 662 рубля и составляет 12 792 рубля. В связи с этим увеличатся и некоторые выплаты и пособия, которые зависят от прожиточного минимума. Страховые пенсии в стране с января увеличились на 5,9%. Размер фиксированной выплаты, то есть базовой части пенсии, которая увеличивается за счет стажа, составляет 6 401 рубль. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, эту выплату получают в двойном размере. В 2022 году номинал пушкинской карты увеличивается с 3 до 5 тысяч. Это ежегодная выплата, которая поступает на специальную карту и потратить ее можно только на посещение учреждений культуры. Деньги полагаются молодым людям от 14 до 22 лет. Однако не перестают расти и цены. Стоимость автомобилей в России с января традиционно поднялась примерно на 3%. Как объяснили эксперты, на ценообразование в начале каждого года, кроме инфляции и курса валют, существенно влияет стоимость сырья, которая используется для производства автомобиля. При этом увеличение цен наблюдается на автомобиле, которые дорожали буквально недавно, еще в декабре. В частности, прайс-лист заново обновили «Лада» и «Рено». И это при том, что в 2021 году цены на машины повышали в 7 раз. Дилеры ожидают и дальнейшего роста цен. Среди основных причин подорожания называют увеличивающиеся издержки автоконцернов и ослабление рубля. Кроме того, на рынке наблюдается нехватка автомобилей. Задержки поставок вызваны тем, что производители комплектующих еще не вышли на планируемый объем. С января традиционно изменились топливные акцизы. Так, на бензины пятого экологического класса они выросли с 13 300 рублей за тонну до 13 800 рублей. В пересчете на стоимость литра это означает прибавку в 38 копеек. Акцизы на дизельное топливо увеличились с 9 200 рублей за тонну до 9 560 рублей. Вырастут цены на табак и алкоголь. С января 2022 года минимальная розничная цена за пачку сигарет – 112 рублей. Цены растут из-за повышения акцизов. В этом году их увеличили на 4%. Официальный курс доллара – 75 рублей 13 копеек. Доллар вырос на 84 копейки. Евро – 85 рублей 13 копеек. Европейская валюта прибавила 1 рубль 6 копеек. Нефть марки Brent – 81 доллара и 29 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. От 5 до 15 тысяч рублей потратили самарцы, по их словам, в этом году на новогодний стол. Перед долгожданным боем курантов жители города не скупились на подарки и щедро даривали ими близких и друзей. А уже в первый рабочий день многие начали подсчитывать расходы и пришли к выводу, что отметить Новый год можно было скромнее. Как гуляла Самара на долгожданных каникулах, выяснила Ольга Павлова. Пока часы били 12, а новогодние столы искушали своим разнообразием, подсчитывать, сколько затрачено на праздничную феерию не хотелось. Отмечают самарцы и добавляют – первый рабочий день после каникул, как встреча выпускников, когда все немного прибавили в весе, но по-прежнему рады друг друга видеть. Впрочем, возвращение в реальность для некоторых оказалось суровым испытанием. Семейный бюджет пострадал однозначно, плюс подарки. Как-то будем затягивать пояса в январе. По данным социологов, среднестатистический россиянин тратит на новогодний стол от 10 до 27 тысяч рублей. Почти 84% опрошенных предпочитает традиционный стол с большим количеством еды и напитков. И лишь 16% устраивает легкий фуршет. Интересно, что второй вариант выбирают люди в возрасте от 25 до 34 лет. Почти четверть из них отметили, что не любят тратить время на приготовление различных блюд. Исходя из общей статистики, жители Самары гуляли скромнее. Средний новогодний стол обошелся в 5-7 тысяч рублей. На компанию с 15 человек тратили чуть более 20 тысяч. Впрочем, самарцы с другими жителями России схожи в одном. В период новогодних каникул горожане много гуляли, спали и, конечно же, ели. Салаты, горячее, картофель, курицу, торт, чай, конфеты. Я манты делала, какие положенные. Как обычно, половину выкинули. Отдельной статьей расходов шли подарки, которые покупали для детей, близких и друзей. Жители Самары чаще всего дарили товары для дома, фужеры, книги, косметику, сертификаты в салонах красоты, скидочные карты в гипермаркеты и, что интересно, нижнее белье. Были и оригинальные презенты. Мы играли в Тайнову Санту. У нас вся компания дарила случайным образом подарки друг другу. Что мне подарили, не скажу, но вещь полезная. Мне подарили на стуле всякие, на кедушке. Все хорошо. Как-то на Новый год подарки у нас не заведено дарить. Детям только, а взрослым как-то нет. Знаете, я дарю денежку всегда. Потому что дети, и они знают, что им надо. Дарили книги, вкусняшки всякие, шоколадки. Традиционные застолья в этом году в основном выбрали респонденты старше 35 лет. Те, у кого есть маленькие дети, приглашали домой Деда Мороза и Снегурочку. Отдельная часть самарцев, примерно 3-5% от числа опрошенных, предпочли встретить Новый 2022 год за границей. Самыми популярными туристическими направлениями стали Чехия, Германия, Таиланд, Турция и Дубай. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Самарские спортивные команды уже провели первые матчи в новом году. Хоккеисты ЦСКА ВВС одержали историческую победу. Баскетболисты Самары прервали серию поражений в Суперлиге. А баскетболистки отправляются покорять европейские вершины. Обо всем подробнее в рубрике «Новости спорта». Хоккеисты ЦСКА ВВС в 2022 году успели провести два домашних матча. Сначала летчики принимали АКМ из Тульской области. Первый период прошел с небольшим преимуществом гостей. Моментов было немного. Во втором Тулики взвинтили темп и смогли забить. В середине третьего периода Набиуллин, ранее выступавший за самарцев, удвоил преимущество. Летчики смогли лишь сократить счет, но сравнять так и не смогли. Поражение 1-2. А затем хоккеисты ЦСКА ВВС провели матч, который вошел в историю. Против Тамбова. Началась встреча для самарцев удачно. Галкипер Горбунов сделал несколько сейвов, а Тимиров открыл счет. Однако до перерыва гости смогли забить в ответ. Во втором периоде тамбовчане имели колоссальное преимущество, но забить смогли лишь одну шайбу. В дебюте третьего периода летчики реализовали большинство и сравняли счет в матче. После обе команды имели шансы забить, но удача улыбнулась хозяевам. 3-2 победа ЦСКА ВВС, которая стала первой после возвращения в легендарный дворец спорта. В первом после новогоднем матче Самара в рамках Суперлиги принимала ЦОП «Локомотив Кубань». 15-0 в первые три минуты во многом предопределили характер матча. Самарцы быстро получили солидное преимущество, которое закрепили к концу сверхрезультативной стартовой четверти – 36-16. В дальнейшем волжане не сбавляли обороты. Уже к большому перерыву вопрос о победителе был практически снят – 65-33. Даже уступив в отдельной третьей десяти минутке, самарцы неумолимо приближались к первой в сезоне «Сотни». И за три минуты до финальной серии на усилиями Максима Барашкова заветный рубеж был взят. 107-82 – уверенная победа Самары. Волжане на пятом месте в турнирной таблице. Впереди у команды две выездные встречи против «Иркута» и «Динамо-Владивосток». Первые игры в 2022 году провели и баскетболистки Самары. Сначала они в Екатеринбурге дали бой лидеру чемпионата России УГМК, который еще ни разу не проиграли в премьер-лиге. После первой половины гости были впереди, но затем фавориты перехватили инициативу в матче – 77-97 поражение Самары. После этого девушки не смогли на выезде обыграть столичное «Динамо», уступив 79-93. Теперь Самаре предстоят игры в Европейской женской баскетбольной лиге. Команда отправилась в Вильнюс, где предстоит сыграть с призером чемпионата Белоруссии Олимпии из Гродно, а также с чемпионом Литвы Киберг Штисом. Сейчас Самара занимает второе место в своей группе. И на страницах в социальных сетях. Удачи вам! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!